Добрый день, дорогие друзья! Ошибки прошлого мстят нам в будущем. Я хотел бы отоглавить, конечно, ролик как «Береги честь молоду», но думаю, что он уже был. В принципе, это в одном и том же. И с вами канал «Ана Австралия». Я Александр Петров. Когда вы живете в Австралии и пытаетесь сделать из себя что-то очень важное, очень нужное, чтобы жить в ладу самим собой и совершенствоваться, это любое животное примется делать, не говоря уже о человеке, то первое, что вы должны понимать, что Австралия не желает, чтобы вы устанавливали здесь свои порядки. Не надо им говорить, что сосиски – это жирно, вредно, копчености какие-то, это плохо и канцерогенно, а пить пиво – это вообще привычка у быдла такая. Ну, во-первых, не только быдло пьет пиво, во-вторых, всегда можно пожертвовать чуть-чуть здоровьем ради того, чтобы польстить своему организму. Я думаю, что вы все тоже и сладкое, и жирное, и жареное, и копченое, ведь тоже знаете, что это вредно. Но есть, допустим, какие-то религиозные мотивы, есть какие-то, допустим, надо воспринимать эту страну как многокультурную, многорелигиозную, но все-таки более-менее христианскую, поэтому не надо там по воскресеньям громко работать, кричать и посылать всех христиан нафиг. Вот это немножко неэтично. Я вам дал просто какие-то конкретные и грубые примеры, чтобы вы поняли, что не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь, а можно, допустим, спокойно в этом монастыре быть, получать все удовольствия. И второе, самое главное, из самого главного – это второе. Вы должны понимать, что вы представляете огромный класс культуры. Возьмите любой народ или народность стран бывшего Советского Союза, и вы увидите, что за этими народами стоит очень большая культура. Есть, наверное, какие-то отдаленные маленькие народы, просто мы не можем и не знаем их культуры во многом, но, как бы, зная, что те же самые, допустим, Чукчи оказывается очень продвинутое и воинственное племя было, которое не так легко, в общем-то, вошло в Российскую империю, если на то пошло. Скорее всего, в советское время оно влилось на принципов Советского Союза, а там все народы равны. До этого они мужественно сражались. А что касается и казахов, и узбеков, и азербайджанцев, и армян, и грузин, и молдаван, и так далее, если просто посмотреть в их историю, то были периоды, когда это были, ого-го, какие народы, да, и представители, в общем-то, и остались такими же. Хотя жизнь всех нас потрепала, наверное, и развал СССР совсем подорвал все наше прошлое, даже нашу генетику, но все-таки мы представляем определенную пользу для страны в плане того, что в действительности мы можем привнести сюда культуру, мы привнести можем искусство, наш интеллект нетрадиционное, нетридиальное, очень такое эвристичное мышление. То есть мы можем очень много сделать для этой страны, и нам не обязательно просто себя внутри ломать. Может быть легкая микрея, и в то же время мы должны показывать все наши преимущества, потому что эта страна может капитализировать все наши преимущества, использовать их для развития, собственного развития. Мы в действительности можем эту страну сделать, примящейся в космос, мы можем сделать эту страну ядерной державой, привить ей свое, скажем так, имперское мышление, и мне не надо этого осуждать. Мы осуждаем, допустим, российское имперское мышление, по крайней мере, некоторые люди. Почему же никто не осуждает британское имперское мышление? Ведь британцы убили гораздо больше людей, чем, допустим, Римской Российской империи вместе взятые, плюс умноженное на 3. Одна Индия потеряла до 20 миллионов во время восстания Сипаев, которое, в общем-то, было в какой-то степени национально-освободительным движением. Поэтому не надо ничего идеализировать, но, опять-таки, эта страна является членом британского согрежества наций. Соответственно, мы должны уважать выбор этого народа, и в то же время мы должны понимать, что сама Австралия должна однажды стать, может быть, великой державой, которая будет совершенно независимой, с руководством, которое не зависит даже от Великобритании. Не сразу, и сейчас, может быть, наоборот, этого делать не стоит. Но в будущем почему нет? Будет другой этнический состав, будет другая экономическая и политическая ситуация. И в какой-то момент надо будет выходить из этих пеленок, снимать эту кожу и становиться мощнее, красивее и более пассионарным таким государством. Соответственно, эти процессы уже идут по разным, по разговорам с разными людьми, причем с политиками достаточно высокого уровня, министрами. Я вижу, что та картинка Австралии, как такой заштатной страны, где там все дремят в богатстве, в медиа за счет получения полезных ископаемых, что правда сейчас так и есть, и хорошего такого дележа этих ископаемых, честного распределения того, что мы не заработали на самом деле, мы просто продаем природные ресурсы, на это время уходит, и сейчас приходят политики, непонятно даже, как они образовались, но политики, которые думают о стране и которые думают о будущем страны, видят его более индустриальным, более научным, более продвинутыми, если хотите, более имперским, именно австралийским имперским, а не британский имперский. И эта страна очень здорово до вами, дорогие друзья, следит. Вот я сейчас записываю это видео, вы можете быть абсолютно уверены, что GPS меня очень хорошо отслеживает, то есть очень много возможностей видеть это видео в режиме реального времени, и все прекрасно знают, что вы говорите, что вы думаете, искусственный интеллект это быстро определяет, чем вы занимаетесь, где вы находитесь, все остальное прочее. И когда вы становитесь на уровне, когда вы не безразличны для этой страны, если эта страна, государство хочет вас поиспользовать в своих личных целях, вы должны понимать, что соврать будет невозможно. Вся ваша история вплоть до того, как вы приехали, и даже за это время, может быть очень легко поднята, и люди будут знать, чем вы занимаетесь, что вы думаете, как вы учитесь, как часто вы лжете, и почему, и кому вы лжете, насколько можно вас допускать секретом этого государства, и к рычагам влияния на будущее этой страны. Быть каким-то уборщиком мусора, каким-то охранником, каким-то, я не знаю, человеком, абсолютно не влияющим на жизнь этой страны, которая легко заменит любого другого, абсолютно никого не волнует ваше вообще прошлое. Главное, чтобы вы не были связаны со всякими сомнительными группировками. Но если речь идет о том, что каким-то образом вы можете влиять на ситуацию, например, членом парламента стать, или представлять интересы Австралии за рубежом, или работать в государственных структурах, сразу уже могут задать вам вопросы и получить на них реальные ответы. Хотите вы, чтобы знали люди правду, или нет, поэтому надо как бы об этом думать. Поэтому, дорогие друзья, скажу вам так, где родился, там и пригодился для вас, не работает. Здесь вы можете пригодиться абсолютно, сто процентов, как бы здесь тоже. Со своим устам в монастырь чужой не ходят, но облагородить собою этот монастырь, это святое дело. Нет ничего тайного, что рано или поздно не станет явным. И многие миграционные и образовательные агенты знают об этом. Они знают, что можно вытащить все шкафы, все смотки из шкафа, и все подноготные можно узнать о любом человеке. И за некоторые вещи этим людям может быть стыдно. Поэтому то же самое касается любого человека, находящегося здесь. Хочет этого человек или не хочет. Поэтому будьте лучше, будьте честнее, будьте этичнее, будьте более удобными как для этой страны, так и для людей, которые в ней живут, которые вас, дорогие друзья, окружают, и будет вам счастье. Берегите честь с молоду. Хочется опять повторить эту фразу и на ней завершить мое видео. Спасибо.